Ирина Гордиенко вместе с журналистами проекта ДОСЕ сейчас пытается узнать, кто убил ее бывшего мужа Архана Джималя. Она журналист «Новой газеты» и признана потерпевшей по делу об убийстве в ЦАР российских журналистов. Гордиенко рассказывает, что удалось узнать журналистам, но не удалось официальному следствию. В частности, некий товарищ по фамилии Сотов, от которого ниточки тоже ведут к советнику по безопасности президента ЦАР Валерия Захарова. Это тоже человек Евгения Пригожина. И мы просили следствия приобщить все эти документы и просили допросить Захарова и Сотова. Валерий Захаров, по данным издания «Фонтанка», работал в службе безопасности одной из фирм, связанных с Пригожиным. Сотов был его подчиненным в ЦАР. Все эти факты Следственный комитет России игнорирует и продолжает утверждать. Журналистов убили случайные люди ради ограбления. Их расстреляли профессионалы, люди, которые проходили военную подготовку и умеют убивать. Журналисты проекта «Досье» уверены, убийство Джималя Расторгуева и Радченко готовилось, когда те еще были в Москве. Телефон человека по имени Мартин, с которым журналисты договаривались о встрече в Африке, им предоставил сотрудник еще одной структуры бизнесмена Пригожина, Федерального агентства новостей, Кирилл Романовский. Главред Центра управления расследованиями Андрей Коняхин год назад в интервью «Настоящему времени» рассказал, что при подготовке поездки журналисты даже не проверили, есть ли в ООН сотрудник с таким именем. «Теперь я не уверен в том, что вообще этот Мартин существовал. Информацию, которую он предоставлял нам, мы, естественно, проверяли. Но мы не могли спросить, правда ли ты работаешь в ООН. Поймите, что в переписке с человеком, которому мы доверяли, а потом неожиданно начать спрашивать, а где ты работаешь, на том этапе это было странно». В материалах дела указано, что телефон Мартина предоставил Романовский, но журналист так и не был допрошен российскими следователями. «У меня сейчас такое ощущение, что на официальном уровне никогда это дело так и не расследуют, но у меня и у друзей Архана достаточно большое количество друзей, не только в Российской Федерации, которые тоже заинтересованы в раскрытии этого дела, и мы все равно это не оставим». Алексей Александров, Никита Борисов и Анна Мороз. Настоящее время. Москва. Субтитры создавал DimaTorzok